Несколько будет выступлений, но пока эти выступления будут, хотелось бы вас попросить по рядам раздам. Во-первых, это направление, кто в каких направлениях готов работать, хотелось бы, чтобы вы оставили свои контактные данные, к кому обращаться, и также предложение для работы по направлениям этих краеведений, чтобы может быть у кого-то какое-то свое видение, может быть что-то интересное поделиться. Из этого времени было издано много разных работ, разного качества, но наиболее значительный, мой взгляд, это являются прежде всего очевидно очерки по истории Волгоградской епархии, начиная от появления христианства на междуречии в Волгоградской епархии, в том числе статьи о Волгоградской епархии, о архипастыре, которые были в 20 веке Волгограде, когда был соцсалитцинский, затем Сталинградская епархия, при технологическом рамке существования епархии благодаря архивным изысканиям, написаны статьи о крупнейших монастырях, ну и о всех монастырях, которые были на территории современной Волгоградской, Волгоградской мере от Литропории, появились работы об отдельных храмах, отдельных приходов. Кроме того, в прошлом нет, если только работ под руководством нынешней владыки Елисея, епископа Дунгутинского и Навагинского, это святые родители и вела благочесть. И в Волгоградской мере вышли в 2008-2008. И, собственно, это за это время было сделано в том плане, что действительно в эту работу включились и архивисты, и учителя, и преподаватели, и студенты. И появилось, собственно, уже несколько специалистов по национальности, в том числе и в институте, здесь отец Мини. Что касается работы по работе комиссии, потому что он сам расскажет, не только остановиться на том, что в основном исследования, которые касались краеведческой тематики, посланы краеведения, они начали отражение выступления на конференциях «Мир православия», которые проводятся в Волгоградской факультете уже много лет, и начали отражение, собственно, в сборнике «Мир православия». Из работ, которые появятся в социальную лекарства, к примеру, в ближайшее время я делаю указать на две готовящиеся к изданию работ. Это работа сотрудника Волгоградского музея панорама Ставинградской книги Сергея Владимирова. Это работа из музея Ставинградской лепарты в 1941-1953 годах. Достоверство этого работы заключается в том, что там используют только документы по Сталинградской епархии, ну и по Стараханской, по Настопской епархии, по Саратовской. И там приводится много сравнений. И такое сравнение приводит любопытные события, там отраженные, в частности, разное количество открываемых немцевые переходы. У нас было открыто 5-16 приходов в годы войны, это было немцам, первые приходы. Но в Саратовской епархии, вот это более 200 приходов немцев. Что очень важно, установлено, кто служил в этих приходах, потому что в Романгелии было неизвестно, кто же служил в приходах. Интересно данное о румынском духовенстве, который служил в этих приходах, по отношению к нему местных жителей. Это материалы о тех священниках, собственно, и русской посланной церкви, которые служили в этих приходах. Что очень важно, он восстановил имена около 100 обслуживающих служителей, которые были участниками Великой Отечественной войны, имели высокие награды за свои заслуги, за участие в боевых действиях, в защите Отечества. Я думаю, что это очень интересная работа, потому что только, надо сказать, в декое общее рассуждение о том, что когда вы делаете конкретные имена, то есть происходит персонификация, расыщаемость в имени, собственно, при исторической и исторической ткани. Ну, какое-то сравнение, также отличный материал с участием партии в том плане, как активируются архипастырии представителями представительной власти. Что касается благочил, не благочил, точнее, а уполномоченного Сталинградской областью, всегда только плохо, только плохо. Все священники очень плохие. Архиепископы и епископов хуже некуда. Очень интересное отношение к архиепископу Филиппу Старинскому. Астраханская епархия, тот же архиеписк Филипп, характерируется совсем по-другому. Оказывается, ему заслуги. То есть такое сравнение, очевидно, имеет изначально большое значение при оценке личности, довольно-таки госсвужителя или архипастырия. И, можно сказать, еще в одной книге, которая готовится к изданию, в ближайшее время появится, имеет, кстати, дневное отношение к нашему сегодняшнему заседанию, потому что эта работа у нас посвящена непосредственно православному краеведению. Это работа преподавателя Волгарасского периода Академии государственной службы Крейфуна Александра. Называется она епископ Саратовский Царик, Скиаков, Вечерков, Цирковный общественный движение России и в уроке на 100-го века. Епископ Иаков, выдающийся только цирковный деятель, выдающийся миссионер, который вложил в урок усилий для борьбы с рассловом, просвещения на славных народах, который занимался активно научной деятельностью, преподавательской, богословской, цирковной, исторической деятельностью, издательской деятельностью, епану, епану. Библиографическим сведением на священнослужителей находится архивный договор и, в принципе, других архивов областей. Также пытаемся сейчас на данный момент составить списки общие рефрессированные священнослужители мирян и работаем тоже с делами. Но работа, конечно же, интересная, и хотелось бы привлечь тоже к этому интересному делу молодежь. Поскольку вы знаете, что митрополия наша состоит из трех епархий, это Улипинская, Калачевская и сама Волгоградская, то вот сейчас выступит отец Евгений Геев, он как раз является представителем Евгархиальной комиссии по колонизации по Улипинской епархии. Так я понимаю, Калачевская еще в Александр Сан все это не создана, но у нас в Улипинской епархии уже на протяжении полутора лет мы продолжаем вести ту же деятельность, которую мы и вместе с Овцом Клиникой не разделялись, потому что это не разделение, а создание новых, то есть создание новых возможностей для работы в этом направлении. И, конечно же, для таких вот небольших епархий, которые новые создаются на территории нашей церкви, очень существенную роль играет именно православный краеведение. Потому что именно в области православного краеведения лежат все исторические ходы, бытия вот этих вот наших новых епарх. и вот, например, мы сейчас устанавливаем, собираем подтверждение, что журиторская епархия является таким достаточно устойчивым перестативным территориальным образованием, но там пограничные есть, конечно, проблемы, это территория бывших Усть Медведевского и Хаперского округов в области войска Томского, которые, конечно, имеют совершенно иные особенности, чем, допустим, район царицы на Сталинграде. И создание вообще истории вот этой церкви на территории того же Усть Медведевского и Хаперского округа, конечно же, является задачей этих церковных исследователей. Также мы стараемся пропагандировать, распространять следи людей как можно сильнее, как можно больше, как можно шире вообще эти знания о том, что происходило с церковью, потому что не случайно сейчас, допустим, есть в массовом сознании многие такие негативные явления, в том числе такой пантоксальный как, допустим, православный старинизм, когда люди вообще совершенно неправильно понимают функцию с целью и задачи церкви, когда они смешивают их с какими-то деятельностями задачами. И задачи этих церковных исследований как раз прямо, честно привести до людей что же происходило в те же грозные годы XX века вообще с православными храмами, с верующими людьми с духовенством. И здесь вот неупомянуто о том, что в 2011 году одним из первых дел нашей комиссии было издание сборных материалов жизнеописаний векрессивных священнослужителей. Мы бы очень хотели, многие, наверное, его видели, сейчас он практически разошелся, мы его распространили. И как оказалось, я сначала думал, что мы как бы отстаем от остальных, но оказалось, вот недавно я с исследователем церковной историками из Саратовской партии встречался, он говорит, как хорошо вы с тем, издали такую сборку, практически не те, такого не знали. Мы очень надеемся, что этих материалов будет набираться еще больше и больше. когда я начал работать в историко-религическом отделе в Дюксе, в Краснодийсконческий Центр, и вот там до сих пор преподаю историю религии крайных предметов. Ну, за это время несколько десятков человек написал научно-исследовательские работы по истории храмов, монастырей, отдельным аспектом православной жизни в 93-м году мы ездили в первую детскую экспедицию восьмидвенский монастырь. Дети ходили с нами и на байзах с крестными ходами, Сурюбинский Чудотворный Город тоже потом писали об этом, плавучие храмы, и занимали места российских конкурсов. Городская Олимпиада Краевенческая сейчас 14-я только что закончилась вечера второй тур. То есть сначала в каждом районе идет специальная секция истории религии края, там естественно вопросы только по православной истории. И дальше победители районных конкурсов выходят уже на городской тур. Там два тура на городской олимпиады. Там участвуют где-то в городской выходят 24 в этом году человека. Ну а всего конечно по городу намного больше участвуют. Но в принципе литература об истории наших святынь она есть. Школа это в основном конечно храма царицына Ленинград Волгоград Лавучий храма России История Плоскопыховенства и там посвящено ученик Николая Паркова там еще других книг там буклетов вот десятка выходила по отдельным храмам и мастерям другим каким-то аспектам и сейчас вот тоже как раз дописываю книжку нужную саму подземелье царицына Сталинград Волгоград тоже для детей очень интересная тема поэтому мы с ними где-то подземелье мы проводим работы с выездами то есть или в архивах и также еще про Блаженную Марфу царицынскую они просто пока вылеживаются про Леодора то есть конечно готовы такая а и второй такой конкурс в школьнике у меня учат обычный там с 8 класса до 11 ну иногда вот сейчас у меня маленький до 6 класс ну так вкратце на этом все работы по православному краеведению выходят у нас и на конкурс детские рождественские чтения но они имеют свою специфику если все-таки историко-крилический отдел интересует больше чисто исторические факты что когда как было что зачем следовало и так далее мы все-таки настаиваем чтобы дети больше говорили о социальном историческом значении тех или иных событиях о том насколько это актуально сегодня что мы можем сегодня взять из того что было раньше и сейчас и мы стараемся все-таки темы разворачивать именно вот в этом ракурсе единственное исключение пожалуй у нас составляет секция церковь годы великой исторической войны поскольку там ну сам пласт материалов такой что и даже не надо никуда разворачивать он и так достаточно актуален и работает на духовно-нудрассное воспитание детей и вот конечно говоря уже взаимодействие перспективы тоже есть у нас достаточно большие проблемы я сама сейчас пишу с детьми работы я работаю в одной школе по православному краевидению и дети у меня захотели написать о каменобродском монастыре мы взяли такой рапорс как уклад жизни монастырский и вот например на материал уже найти очень трудно вот сегодня нам сложно выйти на именно эту сторону то есть конечно есть книги и по монастырю где рассказывается и в истории и в исторических персоналях и в личностях и так далее и так далее а вот как это было как бегослужение каков устав чем они больше занимались чем это отвечало сообщение и так далее то есть есть огромный круг вопросов на которых мы в литературе получить ответ не можем я не знаю насколько реально в архивных данных эти получить и с кем-то беседовать тоже нельзя мы не знаем поскольку кто сможет нам выйти в монастыре допустим на контакт с нами и ответить на наши вопросы и причем это касается не только монастырей области а вот например у нас дети заинтересовались укладом жизни наше святодухово монастыре и опять мы не знаем к кому обратиться с кем поговорить и в чем особенности вот в жизни монашеской жизни именно в нашем монастыре можно попробовать сравнить там с монастырским уставами временем экономическим насколько это соответствует или нет то есть возникает большое количество вопросов на которые мы не знаем где получить ответы и к этим специалистам обратиться и мне кажется это тоже вот одно из направлений работы и взаимодействия с людьми занимающимися профессиональным проявления что касается вопросов и православного проявления в рамках изучения курсов вот школьных курсов прямо содержание образования об этом мы говорили с педагогами я представляю не только вот это учреждение дополнительного образования детей но и городское методическое объединение педагогов лестница одна из секций у нас это секция истории один год у нас даже успешно достаточно работала лаборатория по православному проявлению которую возглавляла Татьяна Владимировна здесь тоже присутствует она может быть несколько слов скажет ну а сейчас мы просто в рамках секции истории как говорим о том что можно сделать как можно наладить работу с детьми не только теми кто будет заниматься непосредственно исследовательской работой кто будет в архивы в экспедиции но и абсолютно со всеми детьми изучающими курсы истории поиск формы методов включения в образовательное правоцистское историю общества знания материалов связанных с православным проявлением в том числе материалов новом ученикам ну и сверховские работы и консультации и конечно то о чем мы говорили в прошлом году может быть поиск таких вот людей которые способны работать в архивах может быть и через историко-краеведческий отдел и через просто вот наших педагогов которые уже тогда бы не могли как вот в комиссии давать какие-то конкретные задания мы говорили помните об этом обработка материалов идите в это дело и я думаю что не было большая вопрос спасибо мне хотелось бы предоставить слово сотрудникам архива работ в том числе что архив открыт и почти все те документы которые находятся на хранении в нашем архиве они тоже открыты и выдаются исследователям поэтому не бойтесь приходите пожалуйста и работайте с документами ну и хотелось бы кратко рассказать о тех направлениях которые проводит архив в плане изучения истории православия на территории нашего региона и так прежде всего это выставки различные многие педагоги которые здесь присутствуют уже работают с нашим архивом они знают что у нас достаточно много проходит выставок вот недавно у нас прошла достаточно большая выставка посвященная 90-летию со дня рождения Ивану Григорьевичу Тинину всем известного исследователя на выставку приходят у нас и студенты университетов волгоградских и школьники тоже волгоградские у нас даже бывает и такое что приезжают с области школьники присутствуют на наших выставках и занимаются уже с теми документами которые также у нас представлены на наших экспозициях следующее направление помимо выставок это конечно же экскурсии экскурсии мы проводим не только по выставкам но и экскурсии по самому архиву мы рассказываем как хранятся документы рассказываем как работать с документами как работать с документами в читальном зале прежде всего с чего начать и каковы дальнейшие могут быть пути также по желанию вашему мы также можем сделать и какую-то тематическую экскурсию например по какой-то интересующей вас теме мы можем подготовить подборку документов подготовить подборку периодических изданий за разные годы в том числе и за дореволюционный период и уже провести по ней экскурсию то есть опять-таки работа с документами здесь тоже присутствует следующее направление это сотрудничество с другими организациями я надеюсь у нас сложились теплые все-таки отношения с Волгоградской областной библиотекой на протяжении уже нескольких лет мы работаем по подготовке календаря памятных и знаменательных дат не так давно у нас также прошла совместная выставка с областной библиотекой посвященная истории города Царицыно время людей город где также мы представили свои документы я считаю что выставка прошла очень хорошая достаточно богатая по материалам и ее посетили очень большое количество людей в том числе опять-таки и школьники и студенты также присутствовали ну и одно из тоже самых наверное важных направлений это проведение архивной практики и вообще практических занятий со студентами у нас проходит практику не только студенты-историки но и также документы-веды это Волгоградский госуниверситет Волгоградский социо-педагогический университет и Царицынский православный университет и школьник также проходит у нас свою практику на практике в общем-то студенты тоже учатся работать с документами узнают какие у нас есть документы и уже затем в ходе подготовки дипломных курсовых работ также у них уже есть более-менее какие-то навыки для работы с документами ну и в итоге хотелось бы сказать также что если у педагогов нашего города есть какие-то предложения есть какие-то пожелания по работе с архивом пожалуйста архив всегда открыт для сотрудничества мы всегда идем навстречу вам мы всегда идем навстречу школьникам ребятам которые интересуются историей нашего края если необходимо помощи подборки документов мы всегда стараемся помочь чем можем если это в наших силах если необходимо провести какое-то семинарское занятие вот например не так давно мы начали проводить семинарские занятия совместно с городским детско-юношеским центром Вратилова Светлана Викторовна проводит эти занятия совместно с архивом и ребята потом готовят свои научные работы выходят на конкурс очень успешно их защищают работы очень информативные по своему стержанию поэтому если есть какие-то пожелания в работе наши с вами совместные я думаю что мы найдем какие-то пути общие и надеюсь что наша с вами работа в дальнейшем также будет плодотворной поэтому пожалуйста приходите в архив звоните обращайтесь в архив работает с понедельника по пятницу выходными не работаем поэтому если опять-таки в наших силах мы вам поможем чем сможем и проконсультируем и поможем а когда идет мы прочитаем с вами созвонимся и дальше уже потом с вами будем работать и как уже сегодня было сказано к работе с документами можно привлекать школьников тоже хотелось бы сказать что работа хоть и кропотлива но достаточно интересная второе третье и последующие уже ребенок сам может приходить заниматься опять-таки мы ему поможем он не будет один брошен с документами в пыли где-то там в коридоре в уголке не будет с этого и так же настраивайте своих ребят на это что они не будут брошены мы их встретим посадим дадим работу и будем с ними рядом находиться весь период их работы дадим спасибо добрый вечер господин очень приятно и в рамках сегодняшней темы я хотел бы озвучить деятельность нашего форма и сказать что мы выполняем духовно-техническую деятельность и направленную на скорее не на внутренние как бы не для верующих людей как бы полноценных но тех которые находятся еще которые не узнали еще о церкви которые еще которые не узнали о деятельности которые не познали еще Христа в широком смысле мы проводим на форме разъяснительные беседы в том числе со священниками рассказываем о скажем как предоставить веру для понимания людей которые находятся вот за этим окном которые не знают многих терминологий не знают не знают многих вещей и которые хотели бы узнать но в силу каких-то стереотипов законсервированности сознания сложности характеров они не могут пока не готовы прийти к Богу в церкви у нас кстати по поводу архива я хотел бы добавить что у нас есть такая рубрика душеполезные мероприятия в которой мы отображаем стараемся отображать все душеполезные мероприятия которые проходят в городе потому что они к сожалению скажем информация о них она разбросана в разных источниках и собрать ее то есть человеку невозможно где-то что-то в афишах печатают где-то еще где-то на каких-то скажем вот в архиве если проходят выставки их можно просто заходить к нам и в качестве информации размещать люди будут задавать вопросы прямо непосредственно в онлайн вот также форум работает 24 часа в сутки соответственно оперативность ответов соответствующих дальше касательно комиссии по планированию поскольку у нас посещаемость форума сейчас на данный момент очень большая у нас порядка ну порядка трех тысяч человек в сутки заходят читают интересуются то можно таким образом использовать порис сочувствующих скажем определенной тематике даже вот архив и комиссии отдела коммунизации очень много людей на самом деле хотят каким-то образом помочь этой теме но они просто не знают куда прийти сказать что придите в храм и поговорите с батюшкой задать вопрос это сказать ни о чем понимаете вот этим людям ни о чем им нужна конкретика он пришел возможно через этот приход всего лишь он начнет ходить в храм всего лишь с этой маленькой ступенечки вот поэтому мы предоставляем эту возможность и потом мы рассматриваем очень сложные вопросы скажем те события которые происходят в государстве сейчас их тяжело вообще понять нам верующим людям которые смотрят через призму веры а людям которые опять же там находятся они вообще запутаны и абсолютно не могут понимать что происходит поэтому мы пытаемся каким-то образом облегчить это показать рассказать поделиться и открыть внутренние церкви немножко скрыто сейчас к сожалению для многих потому что скажем такие даже острые вопросы проблематичные темы которые о которых в принципе стараются умолчать где-то да как правильно понимать здесь мы их рассматриваем касаемся так что пожалуйста мы как информационный портал всегда готовы поддержать вас всех связанных с этой темой поскольку библиотека прежде всего предоставляет информацию информационную услугу но сначала немножко отступлю хотелось бы несколько слов сказать о книгах вот те книги по краеведению по православию по истории религии которые связаны с нашим краем они безусловно поступают нам в отдел и они сейчас зачитаны до дыр это замечательно это говорит о том что вы не зря работаете и читатели читают именно то что уже является вот вашим продуктом но хочу сказать что есть конечно и проблемы потому что если вы надеете что книгу допустим которую вы издали вы написали пришла к нам в библиотеку то к сожалению далеко это не так потому что многие книги до нас так и не доходят поэтому вот законом обязательно мы цепляли документов которые должны нам предоставлять а часто не выполняется поэтому лучше очередной раз проверьте дошла ли книга до читателя испытываемые трудности и с получением газеты православное слово приходит она нерегулярно а как правило только тогда когда кто-то из представителей Волгоградской епархии приходит к нам в гости и приносит ее что тоже вот обидно и конечно же не все темы освещены для наших читателей какого-то специального исследования я не проводила но сразу могу сказать что не хватает нашим читателям казалось бы вот книги по православному храму как раз в области выходили и выходят но далеко не о всех то есть если допустим читатель хочет читать именно книгу а не статью в газете не статью в журнале он может не получить это книги потому что она еще то есть хомодировка с исследовательской работы и они хотят видеть вот небольшое здание которое ориентирует в нашей Волгоградской области куда он может в ближайшее время полипать шоу видеть собственными глазами и так далее и вот не хватает иллюстративного материала многие читатели говорят а мы хотим чтобы был диск и на диске были фотографии всех храмов вот здесь сейчас в одном месте то есть их не устраивает писать кучу книг но это вот как бы о нехватке информации что мы можем предложить конечно же мы можем предложить экскурсии по фондам библиотеки это могут быть ознакомительные экскурсии по нескольким отделам для детей для взрослых допустим литература по православному краеведению сосредоточена у нас в отделе краеведения если вас интересует допустим древнерусская живопись иконопись это отдел литературы по искусству очень богатый материал замечательный отдел редких и ценных изданий он познакомит вас с литературой дореволюционной с литературой старославянском древнерусной языке то есть это подлинное издание и пока я хочу сказать вы это можете все увидеть в очередь пока потому что когда наступит тот момент что мы все это оцикруем ругами вы уже ничего не потрогаете будете смотреть все это в электронном виде хотя конечно печаток который пишет все это воочию может к этому прикасывать помимо вот такой ознакомительной обзорной дискурсии педагоги скажем или представители других организаций могут показать экскурсии по определенной теме то есть вас интересует именно вот эта тема и тогда это будет экскурсия именно в тот тему по темам которые вас интересуют ну и я хотела бы сказать что несмотря на то что мы счастливы специалисты с высшим образованием но повышение квалификации нам тоже необходимо поэтому у меня большая просьба если вы проводите мероприятия связанные с краеведением с православием пожалуйста приглашайте нас в гости но я считаю так что краевед если он за год для себя не сделал какое-то новое открытие в области краеведения но он не краевед он дилетант а для того чтобы делать для себя открытие я имею ввиду это может быть открытие нового документа новой книги для себя вот допустим не все сотрудники библиотеки были даже в храмах которые на территории города а как мы можем давать информацию есть к счастью есть конечно но как можно выдавать информацию о том если ты не сам не знакомишь с предметом своего информирования поэтому конечно же приглашайте в гости всегда открытимся ну и тот человек который интересуется информацией по православному краеведению конечно же он не более попадает в отдел краеведения но у нас специфика такова что мы работаем со взрослым читателем потому что у нас научная библиотека поэтому если читатель придет к нам конечно мы все объясним но мы объясним так как если бы мы это объясняли взрослым человеком для детей у нас другая форма работа если допустим группа детей у вас разрабатывает какую-то тему и нужна литература именно по этой теме то вы можете заранее позвонить и для вас будет подготовлена день информальной работы но я хочу сказать что сейчас с мероприятиями стало сложнее в том плане что нужно все планировать заранее то есть очень трудно организовать что-то спонтанно нам предъявляют такие требования что вот все что вы хотите сделать должно быть включено в годовой план а все остальное это уже нужно как-то объяснять договариваться почему нужно сделать то или иное мероприятие еще наш отдел очень подробно и ну можно сказать традиционно работает по краеведческим датам то есть мы создаем и издаем ежегодно календарь знаменательных и памятных дат это справочное издание в котором отражаются все даты связаны с его счетом вот сейчас мы работаем над календарем уже на 2015 год поэтому если кто-то знает да вот все специфики своей работы связаны с какой-то датой который касается православного мира истории церкви отдельных храмов юбилеев священнослужителей на 2015 год и готов написать статью в этом такого институтического справочного характера то пожалуйста обращайтесь я думаю что если будет интересная дата то можно посотрудничать еще в плане такой издательской деятельности и на сайте нашей библиотеки есть такой раздел как день в истории это тоже да то есть мы каждый день рассказываем что было в нашем крае сто лет назад то есть сейчас мы допустим рассказываем что было в декабре 2013 ну да не будем рассказывать сейчас ноябрь 400 лет это конечно далеко не все на следующий год запланировали надеюсь пройдет уже традиционный день православной книги которую мы проводим вместе с волгоградской партии на следующий год запланировали даже мероприятие к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского то есть не только информативные мероприятия но и субъективные мероприятия нас интересуют но эта сфера наших взаимодействий довольно широкая поэтому пожалуйста если вас что-то интересует обращайтесь будем работать дальше потому что как они завода ведется по отсветловке вот нашей газеты у нас нету теоретические мероприятия они в основном в Санкт-Петербурге вот ведется какая-то оцепровка вообще есть какая-то связь потому что там там очень много материалов которые из-за просто нашего и очень интересные сейчас у нас в первую очередь идет оцепровка наших фондов то есть мы не имеем права претендовать на фонды московских библиотек в Санкт-Петербурге потому что они занимаются сцепровкой сфальницей они наши пока ничего не добра ну да они в первую очередь свое то есть они москво-ведение ленинградо-ведение они пусть ваши запросы делают мы так все мы хотим в первую очередь конечно на то что у нас есть в нашем фоне а этих газет у нас нет конечно архив скалит архив я не могу сказать будет ли вы можете спросить вот когда у вас сверстается план чтобы допустим можно было к вам с мероприем обратиться и второй вопрос как распространяется в тот календарь о котором вы говорили значит план у нас сверстается до конца вот декабря до конца декабря еще есть у вас на календарь вы делаете да конечно вот а чтобы касается календарь заменять эту память изготу я хочу сказать что эти издания просто релитистные но оно очень мало тиражное то есть то экземпляр и распространяем мы его каким образом конечно же в каждую районную библиотеку Волгоградской области обязательно авторский экземпляр предоставляется актору но в электронном виде на сайте нашей библиотеки календарь то есть если вы сейчас загляните 2012 и 2013 это там есть и всем этим можем вас спасибо спасибо очень а можно я дополню по газетам вообще сам процесс по себе достаточно трудоемкий и сложно потому что газеты до революционного периода царицинские они в плохом физическом состоянии многие здесь присутствующие их видели держали они буквально в смысле они сыпятся все то есть их даже страшно просто взять руки и спустить с хранилища в читание зад для того чтобы с ним можно было работать поэтому для того чтобы сделать оцифровку газеты нужно она большого формата даже больше чем современные газеты нужно ее отреставрировать после этого после полной реставрации потом будет проводиться оцифровка такой газеты но понимаете как мы уже у нас многие жители нашего города не имеют возможности выехать куда-то и это очень накладно финансово и по времени тоже очень проблемно поэтому опять-таки хотят получить здесь и сейчас сразу у нас на будущий год запланирована такая вещь как совместно опять-таки с областной библиотекой реставрация таких газет потому что реставрационная мистерская областная библиотека лучше чем у нас закуплен новый материал специалисты прошли обучение реставратор я имею ввиду поэтому я надеюсь что все-таки царицинские газеты у нас начнут реставрироваться нормально профессионально и сразу же будет идти их оцифровка вот немножечко может быть не по теме в этом году были оцифрованы многие номера газеты скалинградской оплаты за период скалинградской письма 42-43 год опять-таки с помощью областной библиотеки и при активнейшей поддержке и технически в том числе но этот диск недоступен потому что он не продается не жертвуется в рамках гранта он просто оцифрован и с ним можно работать только в библиотеке у нас мы на архив получили один диск такой но если есть необходимость саму газету мы не выдаем потому что опять-таки плохое состояние не все номера тоже есть она выдаётся в электронном виде в читальный зал с ней можно работать можно сделать копию можно распечатать какой-то небольшой фрагмент она тоже у нас есть то есть в электронном виде но мы её выдаём надеюсь что царицинские газеты тоже начнут оцифровываться в будущем году можно рекомендовать на сайте тоже планируется планируется размещение на сайте но пока не знаю пока не началась эта работа носящục на сайте и приобраться и на observing это на если что есть — Первое, что многие, кто издаёт книги, газеты и тому подобное, они бывают, порой проходят мимо архива, мимо библиотеки. А зачастую это важно. Почему? Потому что книгу выпустили, она сейчас есть, а потом её нет. В архиве она хранится на вечном хранении, а в библиотеке там у них свои. Но тоже она хранится, газета будет или книга. Поэтому, в принципе, надо, конечно же, стараться, если кто-то издал книгу или газету, надо стараться заносить, потому что, кто знает, по почте может придёт, может не придёт. Хотя, насколько я знаю, православное слово они рассылают, но, как вы видите, ситуация не совсем такая, хотелось бы. Ну и по поводу молодёжи. Вот у нас проходит тоже, в этом году прошла первая конференция о Мир Православия, издался такой маленький сборничек, молодёжь в Мире Православия, то есть наши студенты, студенты других участвовали, издали. Соответственно, вот этот сборник, их статьи в этот сборник пошли. А также, кого заинтересуется уже информация, если, может быть, тоже по взаимодействию, у нас вот можете взять брошюрочку, так как КЛЕС вышел, от комиссии по канонизации. И, конечно, вот хотелось бы сейчас уже более просторной, так как будем говорить, дискуссии, может, или беседе, решить такие вопросы, как взаимодействие. Потому что зачастую каждый краевед, ну, конечно, понятно, работает на тем, на чем он выбрал, то есть в каком-то определённом направлении, но нет взаимодействия между друг другом. Зачастую получается, что каждый работает разросленно. А хотелось бы, конечно, объединить усилия, объединить возможности и двигаться в определённых направлениях одновременно, ну, как-то в одном русле, во всяком случае. То есть взаимодействуя, как-то согласовывая движение, вот эти действия. Поэтому, вот, если у кого-то есть какие-то предложения, я, кстати, отпустил, ну, вот смотрю, ну, Аллак вот тут написал. Как я вот вижу, Виктор Долобешкин, он тут предложение сделал. Ну, хотел тут, конечно, вот по поводу этого взаимодействия, потому что пути соприкосновения очень много. Это и экскурсии, это и олимпиады, это и конкурсы, это может быть даже какие-то путешествия от храма к храму, то есть понятно, что там могут быть святыни, там могут какие-то быть интересные достопримечательности, те или иные. Это может, опять-таки, быть взаимодействие с молодежными организациями на патриотической основе. То есть, элементарный пример, у нас вот есть такая молодежная организация, как Поиск, да, они занимаются поиском погибших воинов во время Сталикратской битвы, ну, на территории Волгоградской области. В принципе, было бы неплохо, если бы, будем говорить, студенты, кто бы интересовался крееведением, православием, вместе вот собрались, может быть, даже куда-то выехали, пообщались, тоже это некий опыт, во всяком случае. Поэтому, братья и сестры, у кого есть желание, обращайтесь. Здесь, с данной, вот в этом буклете вы мои найдете, можно, опять-таки, о каких-то мероприятиях, о желаемых каких-то, может быть, конкурсах или каких-то, ну, будем говорить, что-то, вот, если у кого-то какие-то идеи, мысли, можно, опять-таки, на форуме «Цариство православной» все это излагать и консердент пространства довольно-таки у нас большой. То есть, пожалуйста, длилось не просим. Можно, пожалуйста, добавлю, пожалуйста, слава ваших саркетинговых. Уже готовая площадка информационная, важно ничего делать, что, ну, просто заходите, создаёте тему, и люди сами будут задавать вам вопросы актуальные. Вы можете между собой, как бы, допустим, те же самые мероприятия какие-то, зашли, прочитали, там, то есть, пожалуйста, пользуйтесь. Он уже готов. Можно, пожалуйста, удачи. Вот, мне кажется, есть, и мы видим, что здесь, да, вот, институт социального партнерства, он представлен, ну, в общем-то, достаточно широко. Есть уже определенные технологии, которые апробированы, там, какие-то удачи, какие-то нет, которые, как олимпиада уже, там, десятилетиями, да, существуют, в образовательной среде, в воспитательной среде. Ну, мне кажется, вот мы не говорим о самом главном, без которого вообще комплексная работа не получится. Это какие цели каждый перед собой ставит, когда начинает заниматься православным краеведением. То есть, в любом случае, каждый из сидящих здесь, у него, ну, немного своё видение, что он будет делать здесь. А самое главное, наверное, это какие мотивы для того, чтобы заняться этим, какие смыслы он приобретёт в этом. Мне кажется, когда вот принципиально мы определимся, ну, каждый для себя, вот какие смыслы и какие мотивы меняют, я учитель советской школы, да, поэтому для меня вот они будут совершенно другие цели, другие мотивы, другие, работать и со мной в этом направлении, со своими учениками. Вот тогда, соответственно, для себя я выберу как раз и те технологии, которые у меня наиболее подходят, и буду работать с теми ресурсами, которые будут, ну, приемлемы для меня лично, и, ну, допустим, там, условно для моего образовательного учреждения. Потому что мы прекрасно знаем, вот с Виктором Сергеевичем, что когда была Олимпиада по основам православной культуры, например, нашим, нам как организаторам запретили проводить её в храмах. Только в образовательных учреждениях, дай Бог здоровья нашим директорам, что они на батюшках пришли на Олимпиаду, да, после школы. Но вот этот момент, мне кажется, всё равно он должен быть, ну, мы должны его обсудить. Или, ну, я не говорю, что это прямо сейчас и на всю жизнь, но это обязательно должно как-то разлучать. Спасибо. Я так понял, вы всё-таки хотели, если у меня не действует, да? Да. Ну, не только. Ну, я понял, взаимодействие тоже, само собой, конечно. Какая идея, цель, цель, смысл какой, мотив. Цель, дело в том, что, опять-таки, ознакомить и молодёжь, и привлечь краеведов, и привлечь педагогов, вот, именно в освоение краеведения, в освоение нашей истории. А это тогда будет адресно и точечно. А я так понимаю, что адресно и точечно мы уже много лет вьёмся. Образование само по себе, да? Ну, я не говорю, что не взаимодействует. Нет, есть механизм взаимодействия. Но это, опять же, держится либо на лечах конкретных людей, да? Есть в этой школе человек, который занимается, и школа этим будет заниматься, там, и его класс. Нет, этого не будет. Но мы же говорим о том, что этот ветер должен расширяться, вы говорите, молодёжь, вы говорите, там, студенчество. Мы же имеем в виду множественное число. А пока мы работаем с единичными. Ну, пока. Ну, так вот, надо смыслом тогда и мотивы, тогда у нас будет расширение поля. Нет, на самом деле мы тоже взаимодействуем с единицами, да, но практически все, кто здесь есть, они все взаимодействуют. Подбородили все, мы знаем, да. Нет, мы в первом сутки, например, не стали собрать, но всё-таки у нас, конечно, очень большой плюс к тому, что мир православия, каждый год у нас конференция собирается, у нас по поведению каждый год всё больше и больше. У нас вот в последний раз, вот в 2013 году проходила конференция, у нас было порядка 20 человек вообще, ну, пришло поменьше, а было вот выступление, 20 человек должно было выступать на, вот именно, по коровидению, понимаете, то есть каждый раз растёт. Да он-то мы питаем, а нас что-то понимает, уже и руки перемените, и сердце, да, вот нужно, например, допустим, там, по канонизации, да, вот, помощь в поисках новомучеников, да, вот, допустим, вот Максиус, в прошлом году мы проводили ребят по новомученикам, да, и они, у них великолепная технология была. Вот этот на сайт, ребята выходят, выбирай того новомученика в день рождения, свой день рождения открывай, выбирай, кто тебе нравится. А по всей России искали по новомученикам, вот 20 заинтересовали. Да, технология интересна, но всё равно это мало. А мы всё-таки, ну, должны вот, как-то, мне кажется, уже... Встреча, это воспитательная работа, в рамках предметов, да, в каких-то историях человек. Да, литерат, в урожай, в дочери, в дочери. Может быть, я не знаю, и всё-таки речь идёт о том, помните, как с вами говорили, мне кажется, простите, что я вот так вот без заявления, помните, мы говорили, что, может быть, есть смысл подобрать задания, которые реально школьники могли бы выполнить. И вот даже мы соберёмся, когда в следующий раз на лестницу примет от объединения, мы можем педагогам предложить, вот есть такое задание для вот вашего отдела, вот кто сможет. Помните, мы говорили, в электронный вид переводите текст и ещё что-то, и наверняка дети найдутся. И тогда это будут не те, кто занимается уже в архивах исследовательской работы, а, может быть, более широкий круг людей, и он, начав вот как бы с этих рубиц, начав там, ну вот, просто перепечатывать этот текст, может быть, он заинтересуется и дальше как-то пойдёт. Не обязательно он опять исследователем будет, не обязательно он на конкурсе будет принимать участие. Вот, а вещь нет именно в этом, что он соприкоснётся с реальной историей вот этого человека. Вот модуль, по-рюбински, правильно вы сказали? Я сейчас не понял, для чего, как мы это всё... Это ответом может являться такие слова, как духовно-нравственное воспитание. Нет, в которой сейчас оно прописано даже у нас в образовательном стандартном. Вот, и вот одним из элементов духовно-нравственного воспитания может стать православное краеведение. Почему? Я уже убедился достаточно на нескольких лет опыте, потому что, когда рассказываешь тем же детям, молодёжным, старшеклассникам, просто людям о чём-то таком далёком отвлечённом, что было в Москве, что было там где-то в Санкт-Петербурге, что было там на севере... Ну, конечно, есть яркие очень такие моменты, те же салатки, которые просто универсальны. Но в основном всё-таки хочется вот всё куча... А что у нас было? А что и когда человеку даже просто... Даже просто разговор священника, понимаете? Иногда вот разговоры священника, которые ведут потом... Ну, к чему-то могут привести, пусть не сейчас, часто начинаются с того, а вы откуда? А вот там-то, а вы знаете, там храм был. И как-то действительно затлагивает эту душу. Человека, да, вот бабушка, я её сам не помню, но бабушка говорил. Вот это вот общим словом на духовном дамском воспитании. Что православное краеведение, мы можем его органически ввести вот это в систему духовного дамского воспитания. И каждый раз вот какие-то... И, конечно, чем больше мы материалов накопим, чем больше мы их издадим, чем больше мы обработаем специалистами, тем больше будет материалов у тех же, как у вас, как педагогов светских школ, для того, чтобы привести как компетные маленькие примеры, иллюстрирующие какие-то понятия из духовного дамского воспитания. Ну, так как я об этом говорю, то, что вот, например, допустим, для меня, учителя светской школы, цель – это духовное дамского воспитания. О усвоении подвига новомучников, не только тех, кто, понимаете, кто у нас в календарь пошел. У нас, допустим, по нашей епархии практически там единицкий. Кто-то от нас вышел, кто-то от нас уехал, кто-то в священский бельмагет, священномучник Виктор с вами, кто-то от нас вроде вышел и ехал, и потом был священномучник Николай Бабов, который не у нас, так сказал, наш, не у нас, так сказал, но теперь все они наши. Но даже вот те же вот репрессии. У нас вот на Коппельных комиссиях канонизации святых, допустим, достаточно, так и количество людей, по которым просто, они были репрессивны, они не причислены к лицу святых. Чего-то у нас не хватает, что-то еще до чего-то не дошел, до чего-то просто не дошел этот процесс. Но, понимаете, опубликовать, а просто об их жизни – это просто урок вот всем. Всех, всем нам, насколько люди жили, насколько бы они вот были бы члены в свои веды, даже в исполнении своего опыта, том же учительства подвига. И это вот необходимо доносить. И чем больше мы это издали, чем больше мы это соберем от работы, тем больше будет вот у конкретных, не только у вас, вот хорошо, все время это. А другие, может, кто-то хочет, но вот не знает просто, откуда взять эти примеры. Я считаю, что если мы будем издавать, если мы будем распространять, то будет как можно больше этого материала праздник. Это реализовывается. Ну вот форма, да, форма, да. Вот мы надеялись, когда мы издавали материалы, мы надеялись, что вот у нас будет как бы вот такой ежегодний, не совсем дикадеет. Может быть, у нас какие-то местные надо делать, то есть как можно больше все это публиковать. Можно? Вот совсем недавно Центр Истоки реализовал замечательный проект. Это лаборатория, которая работала, городская лаборатория по православному проявлению, в которой были задействованы десятки школ города Волгоград. Проект реализован, получил, да, как бы экспертное заключение. Материалы все собраны, систематизированы, часть опубликована. Я предлагаю, эти материалы, причем там историческое проявление, и, Татьяна Матин, помогайте, литературное проявление, какое еще там, методическая литература, очень много, да, Татьяна Матин? Если мы это все выкладываем, к примеру, сейчас на форме Царицын Православной и рекомендуем, ну, тем же самым Эйпакием, на своих местах его тоже запустить. Это можно сейчас делать, это получится делать. Совершенно верно, да. Не нужно говорить, что это не пойдет. Это уже апробированный, хороший материал методический. Мы все-таки, мы о чем говорили, вот, потому что мы не говорили, не сейчас, а может быть, нам какой-то цельной сборник попытаться сделать. Пусть он как электронный. Давайте электронный, если и давайте, там надо, стоять, устремал сам, все материалы, даже методическое объединение литературы, прошли. Я поняла, что нам, опять, надо возобновлять лабораторию по православному проявлению. Там очень, конечно. Мы хотим, чтобы здесь есть православное проявление. То есть там будут и новости, и мероприятия, и полнотекстовые материалы, которые, да, могут быть прочитаны и скопированы, и может быть еще что-то интересное. То есть вот такой должен быть, конечно, интерактивный ресурс, но я хочу сказать, на каждого, кто будет вот этим модератором, накладывает огромную обязанность и отнимает личное время. Нет, ну, слушайте, там все гораздо проще и не настолько страшно, как это может показаться. Вы просто создаете свою, допустим, тему, если она будет очень популярна и будет развиваться, мы создаем подкатегорию в категории, но это потом вы уже увидите на самом форуме. Соответственно, вы будете руководить этой категорией или тематикой, вы будете заходить один раз в сутки, два раза в сутки, допустим, по возможности. Люди просто будут вам отвечать, задавать вопросы. Один раз просмотрел, выделил ссылки, ответил на них конкретно человеку, и все. Вы обладаете информацией, они обладают информацией, они к вам приходят. Вы можете кому-то прийти. Если нужно, допустим, обменяться какими-то данными, даете ссылки, телефону, пожалуйста, это безграничный простор. Если есть какие-то фотографии, пожалуйста, на форуме можно также выкладывать, заливайте им фотографии. Заливаете их, и все, замечательно, в качестве. Это как бы одна из форм, потому что издать какой-то вот шел народ, но это, мне кажется, торгостоящее. А потом, вы поймите, просто здесь еще есть, понимаете, то, что мы делаем, это все дела душевно-зуковные, не полезные дела. Та молодежь, которая к нам заходит, она читает это, понимаете, люди просвещаются через это. Это замечательный повод для того, чтобы сделать какое-то хорошее, полезное дело. В общем, что для школы, что для мужских учебниц, все изучения, то для обычных, просто пользуются, и для людей, которые делаются. Можно небольшое время? Да, можно. Дело в том, что мне кажется, мы выходим на столице Типикинской. Отец Евгений, наверное, знает, да? Да, так далее. Вот, вот, спорта моей отдыхала, ребенок, она мне рассказывала, как они ходили в магазин, мам, мы проходили, мимо заброшенного храма, мы захотели внутрь, я там перекрестилась, кто-то перекрестится, кто-то нет, кто-то мимо пройдет. Ну, какую-то табличку об этом храме, я приехала туда, я его сфотографировала, конечно, я пристала ко всем местным жителям, которых я там встретила, в этой столице Типикинской, не каждый знает об этом храме, но это интересно, мне это интересно. я вспоминала, у нас у нас по долгу, медведицы, масса заброшенных храмов, я не знаю, график удивительный шей, красоты, необыкраннейший хвостер, очень красивое место, но не каждый будет читать, где-то и что-то, но проходя мимо, прочитать, на какой-то таблице, какую-то информацию об этом храме, но может быть, у какого-то, у какого-то, второго, день, человек, что-то будет отложить, вот здесь, или вот здесь, в этой столице, мы организовываем различные мероприятия среди молодежи, и вот недавно было, собственно, с помощью администрации нашего города, нам помогал помощник депутата, к сожалению, не помню, простите, я его фамилию, но помощник Смагина Алексеевича тоже нам помогал, администрация выделила в центре города целую аллею, мы там посадили перевоз, это было замечательно, там принимали очень, достаточно много людей, всем было интересно, то есть, аллея Надежды, мы ее так и назвали, и вот в этом году, надеюсь, мы успеем, мы хотим там памятную ложку установить, не количество, чтобы проведено такое вот мероприятие, названное это аллеем Надежды, в том смысле, что люди будут приходить на эту аллею, она очень красивая, особенно весной, когда все эти беремзы цветают, и там очень какое-то такое самочувствие хорошее, почему-то, понимаете, я говорю о том, что это всего лишь один сегмент деятельности, информация, но она, правильное направление, она колоссальные вещи творит, понимаете, может быть, у кого-то нет интернета, но поймите, если, допустим, вот мы с вами собрались в этой аудитории, и у нас здесь некое количество человек, допустим, 20-25, то за один день просмотра одной страницы три тысячи человек, вы представляете, сколько это? за один день, это колоссальное управление, вот скажем, информацией, вы просто ее предоставляете, люди ей пользуются, у вас дело развивается, и люди узнают об этом, они к вам приходят, они могут что-то и принести, и вам, об этом и речь, и потом, если кто-то увидел, например, такой храм, он поехал куда-то в область, и увидел бедственное состояние этого храма, такого-то там церковного строения, или архивного каких-то вещей, что угодно, сфотографируйте, привезите, возьму флешку в компьютер, сбросил эти ребята, посмотрите, вот, видите, вот так, люди откликнутся, и, пожалуйста, есть такие люди, как вот дяденька, у которого мы снимали домик, чтобы не ехать обратно, за руку, в Волгограде тратить время, много дороги, мы остались ночевкой, сняли сборку на дверих ножках буквально, на перех реке Хапер, и у этого мужчины, прорез лист, там была история этого края, я его замучила, этого Петровича, скажите мне, а что, а как, настолько удивительно, интересно, кто-то не обладает. Потом, где существует другой аспект, и это же тема, которые мы рассматриваем, понимаете, вот сейчас многие жалуют, говорят об этом, это очень горячая, актуальная тема, молодежь, она, понятно, не привлекает, полно таких, которые просто дезориентированы, они, ну, не потому, что они плохие, а потому, что они не знают, куда им действует мощный потенциал, огромный потенциал. Вот здесь, пожалуйста, тоже поле для деятельности, привлекаем, они заинтересовываются, люди, вот буквально у нас тут была выставка, у нас в целом климате там участвовали, 7-я всероссийская выставка, Волгоград, в Трехске ее организовали, наши тоже партнеры, и, знаете, столько молодых людей приходило, потрясающее количество, приходят, задают вопросы, интересуются, у них есть какая-то своя проблема, ориентацию вообще, да, в мире, в этом, то есть, а что мне делать, а как мне быть, а как правильно понимать, ведь, честно, каждый даже, кто кому нужен, вы сами же прекрасно знаете, никто общественный, нигде, ни в школах, ни в Загиа, больше, чем мы верим, никто личности не воспринимает человека, как вот индивидуально, стараются, ничего не спорят, есть люди, все, но это, чтобы что-то изменить, по-моему, сейчас самое время, в первом Акаре, самое время, потому что я лично, он сам поездил, по этим детским приютам, посмотрел весь этот ужас современный, и как эта система работает, вернее, не работает, потому что она была, после 90-х годов полностью, ликвидирована, разрушена до основания, и что делать с этими детьми, когда их вытаскивают из теплотрасс, при налости там, обмывают этим хлором, потом, как волчат, держат его в кубриках, где они там, девочки, с девочками спят, да, сидит в милиционерах, и разгоняет их, из-за того, что они там котлету могут не поделить, а потом они их выбрасывают в эту же теплотрассу, потому что девать некуда, об этом и речь, информация, это страшное, грозное оружие, и если мы им не умеем пользоваться, то наши, недопожелатели, кстати, как и родные, на Западе, да, они прекрасно пользуются, и промороют моски, наши дети. скажи, пожалуйста, вот в Алире Добрак, когда сажали, на деревья, сколько человек пришло, чтобы им посадить деревья? было, ну, порядка, 15 человек, то есть, из трех тысяч пришел каждый сок? ну, у него век там. не знаешь, Денис, это... у меня следующий вопрос, по результатам работы, уже много говорили о том, что у нас деревья сажают по всему городу, они потом засыхают, полива. скажи, пожалуйста, из трех тысяч сколько человек придет летом? весной-то деревья расцветут, а летом сколько придешь, чтобы их полить? вот на окнецу. А администрация поливать не будет. Системы полива они меня не будут делать. Знаете, что я могу сказать? Дело в том, что, во-первых, эта территория, где мы ее посадили, эта территория находится под ведомством именно администрации, там находится служба, которая занимается поливом, понятное дело, что наши жюри тоже организовали такие дела. Мы приходим, там крабили, мы соберем эти листья, там привлекаем молодежь, все чистоте, поддерживаем все это в чистоте и порядке. О том, что вот, Денис, вы говорите, понимаете, это все замечательные слова, но даже если один придет, даже если один придет и ответится на этот вопрос, это уже результат. Я вам задам, а что вы сделали для того, что вы конкретно сделали? Приходите к нам и будете объединиться. будете тридцать на педагогу. Приходите еще, и сейчас будет каждый. Так будет каждый. Они живут в компьютере. И слава богу, мне кажется, что появляются такие порталы, они идут вот не куда-то туда, а из-за сюда. И знаете, мне кажется, может быть, кто-то не пришел, он не потому, что он и там, и он с делами стоит. Ну, разные же, что это эффективная причина. Вот я уверена, и педагогов очень много предложили, что они половину не пришли, потому что у кого-то родительское собрание, у кого-то то, у кого-то то. Но то, что они вот прочитают это, даже хоть волнуется, у них какая-то родительница, что вот еще есть, кроме них, кто посиделит в этом отношении, еще есть там, ведущие, кто-то, и посиделит человек, которые тоже эти проблемы держат. Мне кажется, это огромная сила. Потому что сейчас самое страшное, мне кажется, что приятное на нашу молодежь, это как раз душительное действие тех вот ресурсов электронных, которые они просто воплощаются, утром и ночи. Многие дети, это пожелают. Вы поймете, все начали. Вам как бы, если они будут вот здесь, даже не 24 часа, даже если и для трон. Все начинается, прошу меня. Все начинается с самого начала. Не с глобальный, гигантский проект, не я, или еще кто-то, или вот этот климат, или еще другие люди, не сделают, что-то вклад не приложат. Какого-то усилия, ничего и не будет. Никто не придет, никакой дяди не придется с огромным карманом и выложит вам на стол и скажет, давайте построим церковь. Давайте оцифруем документы. Да никому это не надо, кроме как нас. Никому это не надо. Никому это аллее не нужна, понимаете? Никому. Только нам. И нам не должно быть безразлично, что говорят, как говорят, о чем говорят. И потом, где эти дети находятся? Что они пьют, что они курят, понимаете? Нам не должно быть безразлично. И все начинается с слова. Бог создал мир, сказав одно слово. И мы тоже начинаем свою деятельность со слова. А философствовать можно, знаете, сколько? И так замечательно, сидя на диване, ничего не делая. Приди и сделай. Сам. Вложи свою лепту. Один день, один час. Давай через год опять поговорим. Давай. Помогу Мария, вот здесь у нас есть самая флага, и у нас сухие деревья. То есть парка памяти практически не осталась. Березка, которая там росла, все у нас засохло, ее срубили. Ну, давай говорите правильнее надежды. Вот, видите, об этом нужно говорить. Когда вы закутаете на фронт вопрос к людей, нужно об этом задавать вопрос и говорить об этом. Это достаточно неприятно, скандальные темы, но они должны быть где-то озвучены. Если не у нас, они будут озвучены где-то на другом сайте, где будут посреди этой информации, будут гулять очень интересные картинки, рекламы. Совершенно с другой стороны. Да. Обратите, все-таки вызвал эту и бурную дискуссию, но будем надеяться все-таки на то, что не будем как рак, лебедь и щука, а все-таки постараемся все усилия свои приложить и действительно вот действительно создать что-то, от чего бы можно было оттолкнуться. Самое, как было сказано, начинается все с малого. Хотя бы начнем вот с малого, а там Господь поможет нам сделать регулярные два раза в год и посмотреть как по направлениям, как работают, все равно, что изменили. Я думаю, надо будет за ней и действовать в форме или еще определенных какого-то школы можем. Мы, допустим, можем на себя взять, вот если методику работы в общеобразовательной школе в рамках предметов истории общественного знания и литературы и во внеурочной деятельности. Мы можем вот этот блок взять на себя и, допустим, в зависимости от количеств техник раз в год или раз в полгода рассказывать, что сделано. Можем предоставлять материалы в электронном виде или как-то еще возможно. Кто-то, может быть, возьмет экскурсионные деньги. Кто-то в другие направления. И тогда бы этот человек может быть и координировал усилия вот именно в этом направлении. Может какой-то совет или пусть там будет хотя бы круглый стол, который будет регулярно собираться. Я вам, братья-сестра, листочки, так и раздал. Записали свои данные некоторые, но телефонов как связаться не стали. Просто может быть запишите. Все записали. Все. А, ну вот подойдите тогда, чтобы хоть как-то нам согласовываться как-то вот все-таки в каких направлениях готов работать, дальше в дальнейшем будет. Идем и 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 Восторг субтитров А.Семкин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня я участвовала в Круглом Столе по православному краеведению. На мой взгляд, это очень нужное и своевременное мероприятие, которое проводилось в рамках соглашения о социальном партнерстве и сотрудничестве с Волгоградской епархией Русской Православной Церкви. На Круглом Столе выступали представители самых различных структур. Это и руководители комиссии по канонизации новомучников, и представители архива, представители Волгоградской областной библиотеки, педагогической общественности и педагоги из образовательных учреждений города, как основного, так и дополнительного образования. Надо сказать, что работа по православному краеведению в Волгограде ведется уже, наверное, около 20 лет. Но сегодня наступил момент, когда эта работа должна выйти на новый этап. Если раньше по вопросам православного краеведения в основном занимались или специалисты, или дети в сфере исследовательских работ по православному краеведению, то сегодня педагоги все чаще говорят о том, что православное краеведение должно занять прочное место на уроках истории, общества, знания, литературы и во внеурочной деятельности. Это могут быть экскурсии, это могут быть изучения материалов у жизненного мучеников, потому что наша молодежь остро нуждается сегодня в идеале, который на этих примерах она может получить. Это могут быть и исследовательские работы, как такие большие, глобальные, так и какие-то мини-исследования. Это могут быть и социальные проекты, и другие формы работы. Сегодня мы говорили о том, что учащиеся учреждения и основного, и дополнительного образования могут оказать даже практическую помощь комиссии по канонизации в изучении и обработке каких-то материалов и доведении результатов своей работы до своих сверстников, и даже, может быть, помощь в издании каких-то сборников в электронном и видеобумажных носителях. Мы думаем, педагоги, что если дети хотя бы немного соприкоснутся с материалами, касающимися жизни и подвига новомучеников, это не оставит их равнодушным, и это лишь будет началом их дальнейшего исследования и поиска, и размышления именно в этом направлении, в том, как люди переживали это тревожное время, не предавая ни себя, ни церковь, ни своего отца. Сегодня в Торисовском православном университете состоялся круглый стол по краеведению. На нем участвовали православные краеведы, преподаватели и священнослужители Волгоградской епархии и Метрополии. Также поднимались вопросы, связанные с преподаванием истории нашего края, молодому поколению, то есть это школьники, это молодые люди, заинтересованные в истории нашего края, и также всем желающим, кто бы готов был в этом поучаствовать. Конечно же, пытались найти точки взаимодействия, пытались рассмотреть такие вопросы, как проводить олимпиады, конкурсы, экскурсии, взаимодействия с другими молодежными организациями на фоне патриотической деятельности. Довольно-таки бурный интерес вызвало обсуждение разных тем, таких как форум царицам православной, поскольку все-таки это средство информации, и здесь молодое поколение остается небезучастным. Могут задавать вопросы, могут спрашивать что-то, и, конечно же, подключая преподавателей, подключая краеведов и священнослужителей к этой тематике, можно работать с молодым поколением. Помимо этого обсуждались и практические моменты, такие как организовать, например, выезд к храму, выезд к монастырю, пытались наладить связи, то есть здесь краеведы, преподаватели, священнослужители поделились своей информацией, как связаться, как организовать те или иные, может быть, выезды к храмам, к монастырям. Помимо этого, участники круглого стола высказали желание, чтобы все-таки еще не раз встретиться. Все-таки подобные мероприятия, они нужны для наших краеведов, для педагогов, для священнослужителей и самой, конечно же, епархии, чтобы доносить преподавателям и школьникам информацию о православии, о православных святынях нашего края и делиться этим с другими людьми. Знать историю своего края, историю православия очень важна и передавать тем более молодому поколению, потому что молодое поколение – это наше будущее. Если история будет забыта, то, конечно же, мы можем стать людьми, которыми не помнить своего родства, то есть иванами, не помнящими своего родства. Целью круглого стола было объединение преподавателей, краеведов, исследователей, для того, чтобы они смогли передать свои наработки, опыт преподавателям, которые бы смогли в дальнейшем это преподать школьникам и молодому поколению. И эта цель, она была отчасти сегодня достигнута, поскольку выступали и работники архивов, выступали и работники библиотеки, и краеведы, и в итоге они, конечно же, поделились своим опытом с преподавателями, которые в дальнейшем будут это использовать. Субтитры создавал DimaTorzok